Продолжение следует... И на канале Револьвера ТВ у нас сегодня спецэфир, но мы сейчас к нему чуть попозже перейдем, пока пара технических объявлений. Значит, вопросы мы читаем только в чате сегодня, вопросы, пожалуйста, только по теме. Значит, все, что не по теме, не обижайтесь, будет удаляться. Алексей Молок будет сегодня всех, скажем так, банить. Так, ну в общем-то и все. Значит, сегодня у нас будет встреча с интересным человеком из очень интересного места, значит, из страны, которая стоит на первом месте у любого, в общем-то, иммигранта, я, наверное, не побоюсь этого слова. Это страна, как вы догадались, уже, наверное, из Соединенных Штатов Америки. И мало того, что из Соединенных Штатов Америки, но и еще, скажем так, из довольно примечательного места Соединенных Штатов, это непосредственно со штата Калифорния, а именно из Силиконовой долины, знаменитой американской. Поэтому, я думаю, будет весьма интересно, и у вас есть возможность задать интересные вопросы, на которые нам наш гость ответит. Ну, а теперь переходим непосредственно к началу нашей программы. У нас сегодня в гостях Михаил Портнов. Все, Михаил, вы в эфире, можете поздороваться со зрителями. Да, здравствуйте, всем привет, очень приятно. Значит, с вашего позволения немного представлю Михаила. Значит, Михаил Портнов – выпускник Московского института связи в США, он с 1990 года. В 1994 году создал в Кремниевой долине первую в мире школу подготовки тестировщиков программного обеспечения, ну, я извиняюсь за свой ужасный английский, Портнов – компьютер школу, да. Так и есть, да. Ну, по-английски я пытался сегодня, немножко это по-другому звучит, если честно. Ну, вы меня понимаете, в исполнении англичанин… Нормально, нормально, совершенно нормально. Значит, кроме того, Михаил – автор блога «Голоса Кремниевой долины», это на Ютьюбе. И, Михаил, с вашего позволения, я немного вас, хоть вы об этом, конечно, и не просили, но я немного порекламирую ваш канал, потому что рекомендую, значит, всем, кто особенно задумывается об иммиграции, особенно в Соединённые Штаты Америки, и, безусловно, найти этот блог и, безусловно, подписаться на него и смотреть программы Михаила, потому что, ну, скажем так, более интеллигентных программ я на Ютьюбе не видел касательно иммиграции. Насчёт информативности здесь я судить не могу, так как я, ну, не был в Америке, и непосредственно ничего не могу сказать, но на восприятие очень даже прилично. Кроме того, значит, насколько я знаю, Михаил проводит стримы регулярные, где тоже отвечает практически на все вопросы, вопросы именно жизненно важные для тех, кто собрался в иммиграцию. Вот поэтому я всем рекомендую, то есть забивайте, можно по-русски просто даже «Голоса Кремниевой долины», и вам выйдет там сразу канал Михаила в Ютьюбе. Так, ну, а теперь, значит, ещё о школе, Михаил. Значит, о школе, я думаю, мы с вами, может быть, затронем эту тему немного, но я бы не хотел на ней останавливаться вплавную, значит, по какой причине? Первое, значит, это то, что люди, кто заинтересуется, они, во-первых, придут на ваш канал и всё прекрасно увидят, прочитают и посмотрят, да? И второй момент, который ещё, я надеюсь, если, как говорится, вам понравится у нас в гостях и будет интерес у зрителей, то мы, может быть, даже, не загадывать не будем, но, может быть, даже посвятили бы и отдельную программу именно вашей школе. То есть... Ну, это правильно было бы разделить. Всё-таки мы как бы договаривались там по вопросам иммиграции. Да-да-да-да. У нас сегодня непосредственно... Ну, школу немножко потом коснёмся, чтобы люди хотя бы имели представление, но, я говорю, это не будет основной темой. Так, ну и переходим к нашей теме. Значит, у меня несколько есть вопросов, скажем так, для начала разговора, а там дальше посмотрим, как пойдёт. Вот скажите, начну я, наверное, с вопроса, с такого глобального, а вернее, даже с двух сразу вопросов. Так. Вот вы, скажем так, иммигрант ещё той волны, которая, скажем так, страна готовилась... Одна страна готовилась к распаду, да, о котором ещё многие, вернее, почти все не знали, да? Не было такого ощущения, нет? Да, да, ощущения не было. С 90-х годов ещё довольно-таки была вполне приличная вроде страна, ну, я имею в виду отношения, скажем так, в мировом порядке, да? И вот эмиграция вашего периода, она вообще отличается каким-то образом от эмиграции современной, вот этого потока? И вообще, что чувствует человек, вот когда за ним захлопнулись, скажем так, вот образно говоря, ворота такой страны, вот той открылись, а этой захлопнулись? Ну, если мы сравниваем тогда и сейчас, то тогда, конечно, ворота, в общем-то, захлопывались, да? То есть, вот ощущение было такое, что ты уехал, и уже всё. Ну, то есть, на наших глазах же это происходило, уезжали люди до нас, и они не могли даже в гости приехать и так далее. То есть, было ощущение такой завершенности. Вызывало ощущение завершенности некоторое облегчение на душе. Вот так, если уж мы про то время говорим. Если мы сравниваем с нынешней эмиграцией, то сейчас люди выбирают. Они могут сказать, поедут туда, поедут сюда. Они могут там продать какую-то недвижимость, у них будут деньги. Они могут, например, нормально изучать английский язык. Вот мы, например, в наше время невозможно было вот так, как сейчас. Понимаете? Боже, я даже не хочу в это время уходить. Вот как мы учили английский? В общем, я приехал практически без английского. Потому что все это быстро очень происходило. Но в принципиальном плане, я скажу вот, что произошло. В то время, если человек оказывался за пределами Советского Союза, вот границ СССР, ему легко давали статус беженца. То есть, не было проблемы попасть в США. Была проблема выбраться из СССР. Выездные визы вот эти вот и так далее. Сейчас как бы наоборот получается. Это сейчас выехать, выезжай, кому ты нужен, ездить куда хочешь. Но дальше ты получаешь, что ты не очень нужен. То есть, нужны какие-то особые обстоятельства, которые побуждают ту или иную страну сказать, приезжай к нам или оставайся у нас. Давайте вот раньше тем обстоятельствам было то, что ты покинул пределы СССР. И понятно, что ты, конечно, не возвращаться с тебя обратно. То есть, это как бы подразумевалось и, в общем-то, понималось. То есть, грубо говоря, тыла не было уже никакого. У современной иммиграции, получается, есть некий, скажем так, ну, пути к отступлению, что если можно так выразиться, да? Какой-то... Ну, я считаю, что когда пути к отступлению нет, то иммиграция идет лучше. Потому что человек фокусируется на том, как обустроиться, а не на том, что может ему отвалить как-то это. Это подрывной такой момент. Даже есть такая часто обсуждаемая тема. Вот люди говорят, вот я там поеду, а, значит, квартиру пока продавать не буду. Мало ли что, вдруг надо вернуться. Вот он, когда это сказал, вот это сказал, его шансы на то, что он вернется, увеличиваются там сотню раз. Потому что он уже это допустил, это уже внутри него сидит. То есть, ну... Менее дисциплинирует, скажем так. Подорваны, когда ты идешь на какое-то дело, требующее фокуса, концентрации и так далее, когда у тебя подорвана эта концентрация, этот фокус, ты не можешь. Вот ты выходишь на ковер, да, и ты там, у тебя схватка с кем-то. Да, и если ты морально подорван, то ты подорван. Я помню... Знаете, я когда-то пацаном был и занимался самбо в секции, которую вел сам основатель борьбы самбо, Харламбе Фанатулли Аркадьевич. И он... Такой большой был учитель-философ. И он как-то вот такую хохмачку рассказывал. Он говорит, вот, бывает, что подходит, ну, соревнования там уже все зарегистрированы, там ждут. И подходит, ну, тот съем тебе там бороться. И говорит, ну, человек, как, ну, там, привет, как там, как состояние, как настроение, там, че. И Харламбе говорил, отвечай, говорит, одну фразу, одной фразой отвечай, ковер покажет. Вы не представляете, как эта фраза действует на людей. То есть они сникают. Вот подходит человек, говорит, ковер покажет. Так вот, когда ты вот это вот, а, вот ты не можешь ничего. Уже примерно понятно, что покажет ковер. Вот суда все. Так, ну, здесь вот у меня был вопрос, но, наверное, немножко неправильно построен, скажем так, потому что, судя по тому, что в 94-м году вы уже, скажем так, открыли школу свою по тестированию, то, в общем-то, вот у меня был вопрос, насколько быстро удалось адаптироваться в США, да? Ну, получается, что достаточно быстро. Тут есть тонкость одна. Значит, дело в том, что очень многое зависит от того уровня поддержки, что ли, который у вас есть, когда вы куда-то едете. Даже если вы там, я не знаю, из Чукотки в Москву переселяетесь, тоже существенно знаете, вы кого-то не знаете, есть там кто-то, кто тебя за руку отведет куда-то и так далее. Значит, я приехал без языка практически, английского, без профессии, которая была востребована на тот момент. Но у меня было почти 35 лет, 34 года, почти 35. И я так немножко тыркал, а еще время плохое было, рецессия была, ужас, ужасно было все так вот, упало, никому мы не нужны. И был знакомый по Москве, который дал мне книжку почитать по программированию на языке СИ. И я почитал книжку, но поскольку я электронщик, и я, в общем-то, программировал микропроцессор до этого, ну, чем-то таким занимался. Вот. И я почитал эту книжечку, мне очень понравилось, он меня привел в контору, где он работал, и они меня взяли тестировать вот программное обеспечение. Они говорят, а что ты хочешь делать? Я говорю, ну вот программировать, вот я язык СИ там изучал. Они говорят, а тестировать будешь? Я говорю, ну что скажете, то сделаем, что за проблем так? Вот. И вот так я стал сам тестировать программное обеспечение, и потом через пару лет это стало школой. Но просто наша адаптация прошла относительно безобидно, хотя, конечно, были очень тяжелые моменты, вы не представляете. Я книжку написал на эту тему, у меня есть такая толстенная книжка на 700 страниц. И если вы там упомянули наш канал, под каждым видео на нашем канале, ну за последние полгода, на каждом видео есть набор ссылок. И вот там есть ссылка на эту книгу. Она на Амазоне из-за деньги, а можно просто в PDF в формате скачать. Я там очень подробно описываю, как это вся наша эмиграция происходила. Это не было простым таким, как-то там и ком в горле, и там... В общем, мы хлебнули по-своему. Я не жалуюсь, как бы. То есть мы люди жизнерадостные по жизни. Но, в общем, были моменты такие неприятные. Школу я начал в 94-м году. Мы в это время оба уже работали с женой. Она тоже Институт связи закончила. И мы уже оба были тестерами. Мы уже очень прилично зарабатывали по тем временам. Но это как-то так стремительно очень произошло. То есть из такой абсолютной нищеты, в которой мы оказались первое время, мы, в общем-то, вышли на уровень двух инженерных зарплат вот за, допустим, годика 2-3. Вот так. И английский подошел там и все такое. Ну, в общем, да. Скажите, вот я из ваших видео понял так, что у вас потом, позднее, и в Москве какой-то бизнес был. Или я ошибаюсь, что это какой-то кооператив, или что это такое? Это до отъезда было. Да, да, до отъезда. Вот отъезда. Тем более, да. Вот у меня вопрос тогда. То есть вот сейчас уже когда вот такой опыт пройден, и надо сказать, что в принципе, скажем так, в те 90-е бизнес, в общем-то, было достаточно, ну, просто относительно вести в СССР, в том числе, ну, тот, который был, по крайней мере, да. Вот у меня вопрос такой. В принципе, если посмотреть с высоты, скажем так, прожитых лет немножко пафосно звучит, где все-таки вот действительно условия, с вашей точки зрения, совокупность вот этих условий, где проще все-таки? Все-таки в США или вот той же России, скажем так? я думаю, что это сильно зависит от человека и от того, что ему комфортно по жизни, что ему некомфортно. Если человек, как бы сказать, не хочется таких слов, но если, скажем, он криминально мыслящий, то есть для него, допустим, дача взятки, но мы же знаем, что дача взятки это нарушение закона, это же уголовное деяние, правда? Уголовно-наказуемое. Причем в любой стране, в той, в которой ты живешь, да, вот ты живешь там. Меня в СССР тех лет, это, конечно, не то, что было потом, когда уже бандитизм пошел, когда уже столько людей погибло из знакомых моих, тогда еще тихо было, но ты не мог ничего сделать без взятки. И меня это угнетало чудовищно. Здесь я не только не даю взятку, у меня даже в мысли нет. И мы имеем дело с государственными чиновниками там самых разных уровней. У нас там лицензирование, у нас отношения с городом, где находится там это все и так далее. Нет такого понятия. Мы строим там какие-то, вот жена у меня любит строить что-нибудь там, кстати, вот там приходит строительная инспекция, там надо получать разрешение в городских там всяких органах. Там нет понятия взятка. Но есть люди, которые, вот я встречал людей, которые говорят плохо здесь, в Америке, вот там же все вопросы легко решаются. Дал, кому надо и все. А здесь такой возможности нет. Поэтому, если слово бизнес является синонимом криминала, ну, не в форме там застрелил кого-то, а в форме, вот допустим, вот такого мелкого, то, конечно, там удобнее. Там все вопросы решаются, конечно. Здесь ты должен вот в этих рамках действовать. Но прелесть, вот как бы нахождение в рамках состоит в том, что закон тебя защищает, если ты в согласии с законом живешь, то он тебя тоже защищает. Когда все по понятиям происходит, то и тебя по понятиям, и ты по понятиям. И вот это вот, мне это некомфортно. Вот я могу сказать, что раз вопрос ко мне, то я бы так ответил. Ну, я даже думаю так, что если мы сейчас возьмем статистику, например, убийств бизнесменов различного уровня, начиная там от мелкой и заканчивая крупными, и сравним эти показатели, например, в США и в России, то я даже, вот, скажем так, не видя еще этой статистики, предполагаю, что она будет просто в разы катастрофически в России больше, насколько я понимаю. В Соединенных Штатах, чтобы вас убили как бизнесмена, ваш бизнес должен быть связан с торговлей наркотиками, например. Вот такого рода бизнес. Я не знаю, кого в бизнесе могут убить. А у нас здесь в России каждый, особенно вот 90-е, ну, у нас, видите, поменялось. В лихие 90-е у нас на слуху каждый день было убийство бизнесмена, да, какого-либо. А сейчас, как бы, убийств вроде бы бизнесменов поменьше стало на слуху, но зато на слуху немножко другое, да, то у одного что-то отжали, то у другого что-то отжали, разовея. То есть, и вот... Но это все-таки лучше, пока человек жив, понимаете, все-таки это... Не, ну да, согласен, что это все-таки, да, в отношении жизни, как бы самой высокой ценности, да, то, что есть у человека и у общества. да, согласен с вами. Ну, можно ли тогда, в принципе, сказать про вас, вот, что вы, в общем-то, опровергаете русскую пословицу «Где родился, там и пригодился». В данном случае вы яркий пример того, что, в принципе, вы пригодились и там, где не родились. Я правильно понимаю? Я часто слышу вот эту вот, так сказать, ссылку на вот эту пословицу, когда речь идет о эмиграции, там вот о чем-то таком, где родился, там пригодился, вот там живи, вот там в силе в своем и разродился. Я считаю, что... Ну, наверное, есть люди, которые пригодились вот исключительно, самореализовались именно там, где родились. То есть это бывает. Но вообще я хочу сказать, что для большинства людей это трагедия, понимаете? Остаться не самореализованным. Это же... Речь ведь не идет не о том, что ты тут родился или ты не родился. Ты тут самореализовался или нет? Ты для чего на свет-то пришел? Понимаете, мы же не просто так по этой земле ходим. Мы же для чего-то сюда пришли. Поэтому если ты вот родился и вместо того, чтобы самореализоваться там, где была возможность самореализации, если ты вместо этого вот тут... А сколько людей-то ходят? Понимаете, которые вам любую пословицу и анекдоты, историю и примеры там из жизни великих, а все что угодно вам приведут, лишь бы только ничего не делать в своей жизни. Поэтому это пословица не для того, чтобы человеку дать опору в жизни. Это пословица для того, чтобы вышибить из-под него все. Поэтому она мне не нравится категорически. То есть любая пословица... Ну, услышал пословицу, и ради бога, мало ли пословиц там есть. Но... Вот есть русская пословица замечательная. Она может быть сейчас не такая популярная. Вот жить-живи, да не заживайся. Вот как вам такая? Старики жили с родителями, с детьми, да? Ну, живи, ну, не заживайся, жажж такой, что 90 лет человеку, а все на иждивение там, знаете, уже детям под 60, а он все там живет. И такие пословицы есть. Ну, что ж теперь дело? Самореализация. Чуть нужно стремиться к самореализации. Самореализация может... Сколько народу в Москву едут в Питер, правда? Они не пригодились, ни там, ни здесь, ничего. Вот они едут, чтобы пригодиться там. А решать теперь осуждать, что ли, или сказать, что они какие-то неправильные. Ну, нормально. Скажите, вообще вот вы лично насколько быстро привыкли жить по законам США? То есть, и бывает ли такое, или бывало ли, что все-таки там душа вот просит этого праздника там русского какого-то, какого-то русского бестередия? Вы знаете, что? Это такой процесс, ну, вот процесс. Вот ты приезжаешь, так, куда-то, и, допустим, в тебе, скажем, 90 процентов, так сказать, понятийного, а 10 процентов, там, скажем, все-таки законов, все-таки закон, как же, как же, ну, как же, ну, а потом проходит какое-то время, смотришь, у тебя там 50 на 50, а потом проходит еще какое-то время, смотришь, у тебя там понятийного, там 10, а вы посмотрите, вот на, вы где-то в Америке, посмотрите, например, на вот Трампа и всю эту вот историю, связанную с Трампом. Это же столкновение понятийного с законным. Трамп, это человек, живущий по понятиям у него нет законов никаких есть он посмотрите на людей которые его поддерживают почему он в россии такой популярный то по понятиям какой закон почему нет законы россии вам скажу что трамп уже команда пришла что уже так скажем не совсем он папаха команда команда команды мышь про народ говорим посмотрите вот на русских живущих в америке платья такая колоссальная поддержка вот именно трампа понятийный понятийный вот взять там вот когда он свой этот самый непопулярный закон то издал не закон указ президентский который отменил суд это у него был такой пункт в частности что давать преференции христианским иммигрантом из сирии они мусульманским и при всех вот различиях которые есть палате там между в конгрессе между демократами и республиканцами вот этот пункт по которому они были абсолютно единодушны несколько так нельзя так нельзя по понятиям мы понимаем это же вроде как наша это не поймешь чего да так нельзя никто не сказал что так нормально и что так можно и тогда так нельзя поэтому а по понятиям нормально понимаете по понятиям вот допустим мы можем из тех денег что мексиканцы шлют домой заработанные здесь можем у них там удержать какую-то сумму удержим за стенку заплатим можем удержать ограбить можем ну как бы так казалось вот это вот это вот как как раз конфликт понятийного и законного поэтому мы видим что и в америке вот тоже это присутствует и даже не в эмигрантах а вот в местных тоже присутствует интересно как бы трампа сразу попутный вопрос все-таки по поводу миграции вот это давление скажем так не совсем цивилизованного мира со стороны вот третьих стран последнее время но она и европы ощущается скажем так очень сильно по крайней мере в той же франции в америке все-таки это заметно несмотря на то что ну и вернее даже то что заметно вот вас лично например или ваших знакомых это все-таки как это касается напрягает какой-то нет я вам скажу так значит есть есть как бы идея а есть реализация идеи значит у нас тут административная реализация самых лучших идей страдает тем что реализация превращает идею свою противоположность вот даже не трогая скажем там ислам там и вот эти страны да вот скажем была замечательная идея green card лотереи когда сказали ну вот действительно есть такие страны из которых у нас мало представительства вот давайте дадим им дополнительно возможность и надо сказать что это очень сильно повлияло вот я например могу сказать что из болгарии вот сейчас натыкаешься сюда на людей из болгарии никогда не было болгар тут не видно было вообще один там на миллион раз появились болгары появились белорусы появились киргизы много сейчас то есть какие-то действительно группы стали создавать но там было сказано что люди которые приезжают по лотереи они должны значит не сидеть на шее у государства там это не было такого давайте сейчас возьмем людей которых отобрали по месту рождения и посадим их на волкер но она же именно в это и превратилась понимаете даже в хорошей экономике когда казалось бы ну я же не знаю там работа и зарабатывает а все приезжает там бах это волкер значит исполнение плохое исполнение безобразно то есть брать людей вот выходит много людей лотерея замечательно но возьми тех кто по-английски говорит выбери возьми тех у кого образование подходящие выбери понимаете ну выбери людей так чтобы был если ты говоришь нас интересует место рождения как бы география ну хорошо вот из этого множества людей которые в этой географии выбери тех которые легко адаптируются которые ну как бы вот и и дальше этого ничего нет поэтому что касается иммиграции вот такой из мусульманских стран там и так далее во первых у нас нас достаточно мало вот этого потока он он незначительный то есть это это не не как в европе соединенных штатов соединенных штатах да это это мизерное количество кроме того у нас же кроме них уже слава богу есть такие которые вызывают беспокойство у нас есть вот там латинос которые не все скажем законопослушные у нас есть афроамериканцы которые не все законопослушные у нас есть места где они компактно проживают вот такие ну гетто не гетто но тем не менее такие районы где повышенная преступность и и так далее то есть у нас и без этих есть в общем своих хватает на фоне того что уже и так хватает те что из исламских стран они никакого такого не я не знаю беспокойство особо нет но но вы можете разжечь вы можете разжечь вот посмотрите теперь германия до прихода гитлера там не было антисемитизма там были министры евреи друзья кайзера были евреи 5 там не было антисемитизма но можно устроить посмотрите во что они превратили германию поэтому вот вот то же самое вы можете начать кричать у нас опасность у нас экономика рушится у нас шикарная экономика шикарная просто вот если в этом с европейскими странами у нас замечательная совершенно экономика это не значит что мы не хотим лучше больше и так далее но у нас нет кризиса эти у нас практически полная занятость ну то есть там есть какой-то процент безработицы но он он никакой у нас все хорошо в целом пойти и из террористической угрозы у нас все неплохо но если вы будете каждый день кричать террористическая угроза значит ну да значит 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 фокусироваться на этом и на том потом я не хочу сказать что угрозы в принципе нет что-то чистый ноль там и и не нужно этим заниматься и так далее этого не говорю я говорю о том что истерия которые здесь устроили на этот счет но в смысле и вот эти люди устроили она была призвана значит мобилизовать вот эти силы ну да ну вот они их мобилизовали так что значит теперь допустим мы понятие рассуждаем и говорим да вот там действительно исламские страны вот они тут тут это все давай ограничим ну из кого начинать надо было первые кто должен был в этом списке пойти саудовской аравии пакистан ни того ни другого в списке нет а кто-то а кто же там это самое ну а как же а что иран хочу иран то вот иран вот я я вам скажу сколько здесь иранцев живет соединенных штатах вот прям каждого 2 хочется поцеловать совершенно замечательно люди но просто золото вот и чего иранство чего не здесь взорвали то у нас среди иранцев очень много богатых очень-очень много богатых если вы идете в какой-то вот скажем в кремниевый долине какой-то богатый район там будет очень много иранцев но дело не в этом дело в том что иммиграция из ирана это не иммиграция террористов они конечно поддерживают всякую дрянь вот там на на ближнем востоке это правда они хизбаллу там и хамас и в ираке они там но они не шлют нам террористов поэтому я просто к чему говорю что если ты делаешь какое-то разумное действие делай разумное действие но ты ты делаешь создаешь истерику потом ты создаешь какие-то действия которые не 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 укладываются ни во что вот когда человек едет с украины до получил статус беженством в киеве едет с украины и вдруг его не пускают страну он то чем виноват понимаете ну что что это за 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 законы такие но указы президентские то это просто вот ну чё сказать вот так и живем и пессимистические настроения были когда-либо по поводу своей миграции то есть скажем так вот никогда не закончились если они бывали или может они сейчас когда-то укажем так вы знаете что видимо эта функция как бы организма нашего но вот мы с первые секунды как ступили сошли с тропа самолета вот так мы как бы были оптимистичны и жизнерадостны по поводу нашей эмиграции ли вот так у нас очень часто вот женой мы оба так отделимся и вот так вот едешь там красиво дорога я в блоге все время показывали камера там на дорогу и красота такая похоже знаете на что на крым похоже вот местность тут и вот едешь и это блин по америке едем красота то есть вот это вот это вот эта энергия она нас до сих пор переполняет уже 26 лет прошло но у нас не было такого мы уезжали в таких обстоятельствах и как-то так все это происходило что у нас никогда не было да тогда портили настроение очень сильно вот ты когда уезжаешь я не не то что провал ты куда-то выезжать но жена меня так подвигло но когда ты уже начинаешь этот процесс и ты идешь и тебя всюду так шпиняют и ты предатель ты такой ты секу и так далее что уже когда ты подходишь к этой точке ты секунды лишние оставаться не хочешь понимаете поэтому в тот момент вот как бы так работала не знаю как сейчас я почему-то дал этот вопрос бывает читаешь иногда людей за границы там посты какие-либо еще что-либо и вот они там бывают плачутся что и дом у нас хорошие там все у нас хорошо но так нам не хватает этих родных березок поэтому мне интересно я посадил у меня три березки растут я не верю честно говоря таким людям в их искренности это бывает это лечится это лечится и масса людей проходит это лечение лечится попыткой съездить домой на две недели потом они через неделю приезжают за 2 они не выдерживают и больше их совершенно не мучает не ностальгии не березки ничего такое я это наблюдал в больших количествах это я не знаю вы там смотрели умереть или нет окно в париж был есть смотрел посмотрел замечательный фильм я тоже вспомнил я тоже вспомнил когда вы опор свои начали сдавать я вспомнил тот фильм я думаю да абсолютно так так и есть фильм совершит гениальный в принципе русские фильмы скажем так русском исполнении вы их смотрите да то есть я вам скажу так у нас но поскольку сейчас на интернете все да поэтому у нас есть там подписка на некоторые каналы где вы можете ну спал от от полусотни до сотни русскоязычных каналов смотреть из россии и украины израиля германии там где они еще есть их там очень много всех поэтому я я не смотрю потому что честно сказать противно но жена у меня любит смотреть какие сериалы а я знаете что смотрю я смотрю чуть такое расслабушное но вот например там битвы экстрасенсов я могу посмотреть да это очень прикольно так веселая передача мне нравится что помените жилист по-моему да и журналы с американского связи здешние не видел я вообще очень мало телевизор смотрю но поскольку у нас дома все это есть значит и жена иногда смотрит голос вот голос я иногда смотрю тоже бывает но может быть не всю там ну скажем первую половину там когда отбор идет мне интересно еще украинский голос тоже есть из разных стран тут иногда иногда хочется по началу когда мы только начинали мы не хотели не читать не смотреть ничего по-русски потому что мы боялись что это нам ударит по изучению английского а потом когда уже то языки разошлись и тут а чё можно иногда глянуть иногда какой-то ностальгический фильм знаете вот чего тут недавно смотрели иван васильевич меняет профессию вот такой безобидный фильм такой а так смотрится хорошо спустя там 30-40 лет из изумительно и особенно если что как больше нормально нормально я узнать пример приведу у нас есть женщина работает софия зовут и она внуку начала читать американско рожденному таскать ребенку начала читать ему тимура его команды можете представить и там есть такой момент когда эти пионеры побежали и там бабки дров нарубили незаметно и мальчик значит слушает и говорит а как же так ведь дети без разрешения пришли на чужую территорию значит там произвели какое-то действие с чужой собственностью и ведь как же так давайте вот вот это вот тоже конфликт понятийного и законного по понятиям они бабку осчастливили а как бы с точки зрения закона как же они пересекли границу чужой собственности это у ребенка не укладывается поэтому я почему рассказываем и иногда у нас две внучки есть и одна уже такая вполне серьезно это 10 лет скоро и мы показываем какие-то фильмы там из пионерского детства там петрова и васечкина там какого-нибудь это пионеры бегают и она так в общем смотрит с интересом но не понимает толком то есть как-то все это из такой реальности плавно подошли к вопросу единственный вопрос о котором вы знали что я его задам вот так как вы значит на стриме его два нового это не мой вопрос человек его задам он очень на мой взгляд интересный на него начали начать трим прервался к сожалению да и вот значит вопрос такой глобальный в чем коренной отличие американцев от русских американцев от русских ну или от россиян перефразируем наверно от россиян все-таки наверно русских от россиян ну все-таки все-таки вот это приоритет законного по сравнению с понятийным он конечно в моем понимании как я это понимаю он делает америку такую как она есть я вот с разными людьми там разговаривал на разные темы и так далее вот интересно вот там где англичане там колонии англичан были да там есть какая-то законность там собираются налоги нормально там люди платят налоги там где были скажем французские там бардак то есть вот это вот протестантская этика протест вот 5 вот из англии все это идет не только англии то это и скандинавия дата может быть германия в какой-то скандинавия больше чем германия вот вот эти вот люди вот эта культура она когда пришла в америку и она противостояла тогда католицизму потому что люди уезжали в америку от преследований вот со стороны католиков и и вот создалось такое место вот с определенной этикой где например обманывать работодатели над мир это нет нехорошо течек дает работу это должен добросовестно и выполнять вот можете представить в россии вот если я пойду сейчас этой хохмачкой и там остановлю 100 человек и скажу вот как ты считаешь искать это с ума сошел разве больше враг чем работодатель который такая пиявка акулы и только норовит что тебя поиметь правда вот я могу сказать вчера приходит дяденька один тут есть некоторый сервис которые помогают людям которые в беде и он приходит и говорит ребята это вот есть девочка там 22 года откуда-то нажила в россии потом жила в израиле потом приехала сюда и значит у нее английский неважный и у нас есть такая программа говорят они мы оплачиваем 200 часов 200 часов и по 2 но не больше 20 часов в неделю да то есть получается 10 недель мы оплачиваем этому человеку работу вот например у вас если вы если вы найдете чем ее занятия мы обсудим чем вы ее займете чему вы и конец в целом более расслабленный его нет не так бьет жизни он он нормальный он нормально питается у него нормальные более менее условия жизни вокруг него люди от которых не нужно защищаться не нужно опасаться поэтому она такое более расслабушка такой более доброе конечно отношение к женщине совершенно другое но просто вот не несопоставимо другое я знаю девчонок которые там замужем там за американскую бывает не не всегда получается но они кого-то я я никогда в жизни больше за нашего не вы это несопоставимое отношение как я я и и и китайских девочек вот видел которые то же самое говорят у нас у нас разные ребята учиться я вообще европы побывал в европе я прям ярый сторонник я всем но у меня то есть родственники там родственницы молодые девчонки там или там знакомые просто там женщины какие-то ну без скажем как и замуж не до который всем сейчас говорю привыкли на все ищите жениха за границей и сваливать и сваливать сваливать это уже другой моё моё впечатление на этот счет вот какой я я видел очень много семей которые вот так смешатых русско-американских там когда люди в нормальных условиях естественных знакомиться ну например там велико не сработал день там не знаю в твери там забот собирал и с кем-то познакомился же тут нормальная семья там бывает где-то там недавно случай был там значит американец натолкнул шел с подносиком и налетел на в аэропорту налетел на нашу девушку облил ее этим всем вот и участвовать теперь семья не чтобы два года значит вот как приличный человек должен был жениться но него я прочему рассказываю что нормально если это вот так по переписке по почте и так далее очень высокий шанс нарваться на человек неадекватного прибабахнутого на всю голову и так далее то есть я таких тоже очень-очень много видел то есть они делают вещи совершенно невозможные в америке они могут там бить жену например есть положительный опыт в таком смысле что но в европе женщины выходили замуж и потом так как вы рассказываете примерно ситуация очень красиво но они с ними разводились и после этого снова оставались европе есть такой закон вот допустим женщина вышла замуж и вот прошло там неделя и он начинает ее как-то гнобить ну так серьезно крови вот она идет в полицию показывает синяки там еще чего-то и она она с ним разводится и дают green card то есть неважно уже сколько они прожили но если она попала вот в ситуацию такую где ее гнобят не дают green card и есть такое положение интересно скажите вот наверное последний такой более менее серьезный вопрос от себя задам и потом мы перейдем чат потому что там вопросов очень много что меня в общем то радует хорошо хорошо конечно значит люди людям интересно значит вот такие ошибки наиболее характерны для приезжающих сша может быть от чего-то могли бы предостеречь где-то может быть вот на горло собственной песни человек должен как говорится наступить до что все прошло нормально такой момент это можно диссертацию написать на эту тему но первое первое надо знать зачем ты едешь значит есть очень серьезное заблуждение роковое состоящее в том что иммиграция является самоцелью иммиграция это средство средство если у тебя есть некая цель которую ты не можешь реализовать дома вот то тогда ты говори хорошо тогда я ее вот в той стране вот тогда у тебя появляется средство да но у тебя более более серьезная цель для просто есть люди которые я туда уеду меня там все будет нормально по факту того что я там они тут вот это может не сработать первое второе английский ну вот есть люди годами собираются все английского нет без английского нет жизни третье я часто вижу людей которые знаете ожидают чего-то такого чего они в жизни такого никогда у них не было но вот например вот на школе у нас да там вот он считает что если он приехал там с учебу заплатил его должны за руку отвезти на работу вот он должны посадить он может работать или не работать или там как-то мы должны посадить туда и должны вот не меньше чем вот столько ему заплатить то что если меньше тогда получается кидалова вот и я спрашивал себя а что вот они может быть там где-нибудь там в иркутске или там может из-за в смоленске может быть там так вот и заканчиваешь университет тебя прям за руку сажают и там вот и зарплату дают их может ничего не делать нет но почему-то им кажется что вот есть какая-то земля обетованная такая вот куда ты приедешь и тебе там сразу дадут них и делать ничего не надо и это это фактически путь в но в известный так сказать нам канал так сказать иммиграционный да там где человек жалуется и плачет и все ему виноваты и проблемы и так далее тогда потому что он не берет на себя он рассчитывает на других ему никогда не обеспечили того что ему все обязаны поэтому если ты считаешь что тебе все обязаны лучше не связываешь в играть и плохо будет ни у кого нет ощущения что те чем-то обязан быть и есть люди которые постоянно нарываются на какой-то кидалова вот все время какие-то пишут тут кинули там кинули здесь кинули щеки 0 но почему его кинули то он идет играть сколько стоит им бы 100 долларов в этом месте 110 в этом месте 95 только приходит 32 вот есть же честные люди но это же понятно что кинул ну если стоит всюду 100 даже за 31 остальные 70 они должны где-то взять поэтому то есть люди которые всегда попадут нарываются попадают в кидала есть люди в тюрьму легко это попадают так через там пару месяцев от нашли нужных людей те объяснили бак тюрьме и такие есть поэтому вообще получается на школа уложить их на рей то есть тестеров вы готовите то есть скажем так опыт есть вообще участие в адаптации мигрантов то что не касается технической специальности или все-таки основу вас вот это направление и в основном скажем так вы знакомы с судьбой технарий мы учим людей чтобы они находили работу в технической области но люди которые у нас учатся не технари в основном то есть там чтобы люди с инженерным образованием я уже не говорю какой инженер там механик или строитель там были лишь не химик вот вот если всех инженеров вместе собрать но может быть их процентов 20 а 80 процентов это учителя бухгалтера филологи от очень много юристов кстати вот самых разных профессий люди самых разных мы их учим в технической области потому что там востребовано и платят хорошо и как и можно быстро научить то что если бы я взялся учить людей программированию например на программистов чтобы они работали программистами они не тестировщиками то во первых я бы там из 100 человек научил бы может быть 10 а сейчас я могу научить 90 примать это большая разница кроме того я должен был бы их учить там не но нет внутри не 3-4 месяца как сейчас у нас три-четыре месяца плюс практика там два месяца в компании но я бы должен был их может быть год учить вот собственно и все поэтому идея изначально была в том чтобы научить чему-то такому где можно прорваться по жизни без того чтобы уже быть инженером без того чтобы уже там я не знаю сразу знать языки программирования или что-то но надо быть пользователем приличным раз и надо по-английски говорит 2 ты можешь даже в классе там я не знаю ты можешь книжку три раза читать со словарем но ты когда на интервью пришел ты должен поговорить вот если этого нет если он неприличный пользователь мы его не можем взять у нас есть тест входные мы не то что всех берем у нас примерно треть мы отсеваем на входе учился учился и понятно что ничего не научился но не его до грубо говоря вот я проник про эту категорию спрашиваю вы как-то в дальнейшей судьбе пытаетесь участвовать участвует куда ты там пихаете ну грубо говоря там я не знаю устроить письмо разносить примеру я как три буквы как-то слать запись что мы не нужны зачем на пиццу и так пошел там всем нужно они все где-то работают или скажем могли бы работать да у нас есть вечерний класс они работают вечером учатся тоже поэтому нет я сейчас объясню есть как бы два мира в америке есть мир когда ты лапу сосешь есть мир где-то когда ты живешь как человек и вот это вот там как бы такая дырка между этими двумя мирами образуется денег в денежном выражении например если ты просто работаешь на простой работе ну я не знаю там тебя могут платить 10 12 ну даже 15 долларов в час и ты грубо говоря сосешь лапу то есть у тебя есть ты кушаешь ты не живешь на улице у тебя даже машина есть там все так но ты не ты спрашиваешь неужели я ради этого приехал есть уровень когда уже там начинается тогда совершенно другая область там 25 30 40 50 там 100 тысяч года 120 130 50 вот там и туда надо попасть надо перепрыгнуть вот эту вот яму которая между этим перепрыгнуть поэтому мы занимаемся тем что мы перебрасываем через яму мы берем человека который либо уже получает своих 10 12 15 либо по какой-то причине не получает но может это легко вот пошел сейчас работы много сейчас сколько хочешь работа завалить вот такой и мы перебрасываем через через эту яму и он начинает то может быть там 25 долларов где-то 30 и за пару-тройку лет люди которые пашут как пчелы даже не все пашут как пчелы люди которые пашут как пчелы за пару лет там уже выходят на уровень 100 тысяч там и больше а если он даже не так сильно пашет и может быть его возраст уже такой не не такой свежий или может быть он там не знаю что у него еще какие у него ограничения ну так у него будет 85 там 90 тысяч вместо 100 поэтому нужно через два-три года через год через два через три это не то что он должен там 10 лет к этому идти поэтому вот вот то есть как бы наш наш функция перебрасывание через вот этот вот этого канала через который человек сам как правило не перепрыгивает вот если я ответил на ваш вопрос гуманитарий не гуманитарий знаете как у меня у меня очень хорошо идут например люди ускор я говорю про юристов понимаете вот вы допустим поработали годик там потестировали чего-то но у вас уже уровень мышления такой более высокий что ли чем вот сосредоточиться на маленькой штучке вы видите будь то что называется big picture большую картинку послушно менеджеры тоже ведь нужны и project manager менеджеры такие менеджер я у нас полным полно выпускников которые в пошли по линии вот менеджмента и как правило чем менее технический человек чем раньше он оказывается в менеджерах потому что он то есть мог бы расти технически да но ему и более органично это для него двигаться вот в эту сторону вот отношения организация структура пожалуйста то есть не обязательно быть инженером по образованию так чтобы вот тут так так ну за мой вопрос за ответа на вопросы спасибо теперь мы чат и перейдем для тех для тех кто смотрит сейчас учитаю на сколько вопросов я их конечно сейчас задам и михаил конечно я надеюсь на них облетит но я вам просто могу сказать что некоторые сейчас мне уже попадаются вопросы на глаза на них есть очень подробные ответы прям ролики михаила на канале у нас пять пять с половиной тысяч роликов поэтому видео 5 тысяч поэтому там конечно уже и по последним вот вопросам сейчас такой вот я вопрос буду задавать тоже вы уже отвечали ну так сказать ради наших ради нашего народа конечно не смотрел еще вопрос значит а сергей алексеева вообще у нас очень много вопросов по задавал я буду учитывать как ну вопрос классический в последнее время связи с приходом дональда нашего вопрос перспективы отмены гринкард на ваш взгляд лотерея я считаю что это абсолютный императив то есть скажем так если этого не произойдет я буду потрясен значит в 2013 году было ощущение что сейчас будет серьезная миграционная реформа и по и уже про уже сенат принял конгресс смысле палата представителей завалил но там уже было уже была отмена гринкард лотереи до этого до 2013 года пять лет подряд палата представителей республиканская пять лет подряд ежегодно принимала закон об отмене гринкард лотереи и дальше его сыпался сыпался на той республиканское видение этого вопроса настолько против лотереи на просто даже я еще раз администрация такая понимаете все подвешено бардак полный сказать что будет завтра нельзя вот эти эти альтернативные факты там до анекдот до анекдотичного доходит поэтому их недееспособность как администрации чудовищно но правда месяц всего прошел но мы посмотрим но я я не могу себе даже представить чтобы они не не сделали этого вопрос на самом деле даже не только в этом если скажем они через месяц отменят гринкард лотерею вопрос там дадут ли они розыгрышу состоятся вот те люди которые в октябре подали позволит ли его в мае например разыграться и приехать вот это эту часть я эти могут и задним числом отменить то есть это это люди как как бы они вне традиции вне правил вне эти там эстетики и так далее эти могут что угодно отменить но вот как бы если так я если прямо мы не знаем наверняка но мое мнение что они они непременно ее грохнут непременно а вы сами как относитесь вообще к институту гринкарты как думаете очень знамо не знаю как бы такую личную дырее вы вы просто green card green card это гораздо более общая вещь чем лотерея значит лотерея я больше смотрю на реализацию на реализацию чем на там скажем вот эти реализация плохая безусловно реализация плохая дискредитирующая лотерея green card в ее исполнении дискредитировала себя чудовищно вот но в том смысле в каком наверное уже там свыше миллиона человек за эти 20 лет что она существует свыше миллиона человек приехали и как-то ну жизнь поменяли и так далее мне мне это нравится как как же я могу это самое ясно просто еще раз но они бюрократия не в состоянии это правда бюрократия в принципе не в состоянии бюрократия так не может это это другой другой другая материя понимаете поэтому как следующий вопрос того же автора общины помогают или наоборот в принципе я здесь и он даже вообще расширил вообще в принципе общины именно в калифорнии есть у вас или нет потому что все таки штат ваш наверно немножко на цене стоит более так скажем высоко моем понимании уж не ошибаюсь тут есть тут есть свои общины самые разные религиозные там еще какие-то понимаете значит я бы так сказал если ты собрался в эмиграцию не спрашивай помогают ли общины ты скажи себе помогают не помогают я еду я рассчитываю на себя а помогут спасибо им это единственно правильный путь если мы так в целом интересуемся то есть какие-то общины скажем так статус но оформленные как общины вот есть там non-profit организации это общественная организация которая там вот допустим русский культурный центр в сан-франциско у них есть здание у них там есть мероприятия какие-то у них там есть программы какие-то и там и так далее но есть церкви вот есть православная есть православная там московского патриархата есть значит там зарубежной там церкви есть баптистские там еще какие то есть вот есть есть религиозная линия но в наше время когда вот интернет и социальные сети там и так далее вы сами себе община понимаете вы можете пойти в одноклассники вы можете пойти в фейсбук вы можете пойти вконтакте и там есть группы русскоязычные вот из наших то скажем после группы сан-франциско то может быть там шесть семь восемь десять тысяч человек ну вот вам община вы можете пойти в группу там скажем кремниевая долина или там силиконовая как они называют я не знаю вот и и там будет столько же и вконтакте и в одноклассниках там вот она вам вот общайтесь на здоровье вы можете пойти на форум у нас под каждым видео есть ссылка там на первая ссылка которая стоит это форум называется говорим про вес это иммиграционный форум на котором в основном вот ребята которые в лотерею играют и там по регионам там темы истории позже мы там целый мир вообще не знаю там можно можно месяцами читать истории эти не кончится поэтому вот вам ваша община поймать другой мир совсем вот так что но но правильно рассчитывать на себя конечно чтобы не было потом расстройств переживаний и когда любите вы говорите а вы могли бы помочь с удовольствием но я не могу допустим тебя взять в аэропорту и возить 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 целый месяц вот и я я работаю меня много делаю я в общем вот вот лично я так не могу я могу сделать видео ответить на вопрос и мое личное вот мнение что это видео где я ответил на вопрос а на 1000 раз важнее чем кто-то там возил потому что как бы но тебе может быть нужно вот это а мне вот может быть нужно вот то или или я могу вот это дать а это не могу дать ну конечно есть люди которые вас удовольствием повозят вот допустим те кто приехал недавно у них очень обостренное ощущение вот пустоты и они строят вот комьюнити вот эту свою общину да они с удовольствовался повозят и покормят и там в лес за грибами и там к океану и на барбекю там и так далее но те кто там уже тут по 15 по 20 лет они они немножко в другом мире находится они их ценность не в том что они вас там на машине отвезли а в том что он сказал чего ты это определил твою жизнь на ближайшие 10 лет так вот следующий вопрос кстати вот что мне нравится в ваших роликах это то что когда в общем то сильно не знаете ответа на вопрос по вы принципе не фантазируйте сильно отправляя делаете правильный совет особенно это вот то что касается америке обратиться людям к юристу эти когда вы даете советы значит все-таки есть такой принцип не навредить я может я может быть даже иметь какое-то мнение на счет но есть вещи где мнением недостаточно надо точно знать это точно не знал тут и так пролетел что но уже концов потом не соберешь поэтому следующий вы по-моему как раз отвечали посылали к риску того же автора вопрос по политике как принимают вот я насколько помню этот раз и советовали обратиться к юристам с этим вопросом есть плейлист называется политическое убежище там по моему 11 или 12 сюжетов из них половина это адвокаты там есть у нас есть два адвоката на местности которых вот я снимаю там показываю но один одна женщина она очень активно снимается а другой адвокат я просто поехал к нему в офисе и заснял там несколько серий он отвечал на вопросы наших зрителей вот примерно то же самое что обычно все спрашивают и вы можете на них посмотреть и как бы если они вам понравится можете к ним обратиться например ну и то есть я я показываю только людей за которых я уверен что они порядочные и грамотные и так далее то есть я опять я не стал показывать кого-то мне часто говорят а вот я там начинающий там чего-то сколько вам заплатить чтобы меня показали я так что мне нужно но я и вообще не беру никакой платной рекламы нас все что вы видите это люди которых мне было интересно показать я никогда низкого ни копейки не взял следующий вопрос от игоря соломка у нас товарищ украины значит вопрос нет ли у вас михаил желание реализовать себя в другом знакомым бизнесе спасибо за ответ сразу я попытки делал то есть периодически возникало желание я могу так сказать и я еще раз могу вас отослать к моей книжке про нашу эмиграцию кому там вся наша жизнь подробно за 20 лет расписано но мы я был страховым брокером в течение семи лет параллельно с этими делами ну то есть было время когда интернет бум обвалился и школа наша пришла в упадок ну там классы по два-три человека но то есть это не жить с этого нельзя было и вот мы я начал страховой бизнес вот это было еще кое-чего было то есть я периодически пытался но как вам сказать но вот это у меня как бы вот эта шарманка она оказалась самой такой долгоиграющей потом сейчас мне уже 60 лет вот шиши 60 они скоро будет поэтому я уже очень осторожен в начинаниях понимаете потому что во-первых я не знаю хватит ли у меня сил во вторых я не знаю достаточно ли у меня времени на что такое раскручивать и так далее поэтому мы в основном как бы помимо школы и так далее у меня жена большой энтузиаст того чтобы взять какой домик там построить перестроить вот поэтому постоянно чем строим перестраиваем как бы вот ну это и ее усилиями но я тоже вовлечен так немножко поэтому а вот у меня вопрос кстати вот тот момент когда вот этот был кризис таким образом вообще ну я свое понятие так скажу да я понимаю так что если кризис мало людей которые оплачивают данные ваши услуги допустим на школы это все-таки это какое-то здание которое требуется содержание да то есть это и налоги я так понимаю там ну и т.д. и т.п. вот данной ситуации все-таки получается хватало на содержание этой школы поддерживает государство не поддерживает то что то что экономически не может выстоять значит она умирает там что получилось у нас было было помещение но мы это помещение значит там было несколько модулей таких поэтому по мере того как школа сокращалась мы по модуль на все это возвращали и у нас осталось там 22 офиса в которых мы занимались страхованием нас получек 8 то есть мы не не то что там воде один там я был нас было человек 8 в этом страховании плюс знаете несколько студентов тоже не так плохо потому что скажем за офиса она вполне нам оплачивал вот кроме того если ты как бы лицензированные там и легитимный и все такое то есть в течение какого-то времени есть деньги на возвращение в строй тех кто потерял работу вот мы выжили за счет это потому что когда все это началось и люди стали терять работу за них государство оплачивалось чтобы они пришли приобретали какие-то навыки более продвинутые вот мы этим занимались поэтому получается все-таки данном данной ситуации все-таки роль государства было не при ну не лично вашей поддержки но поддержки тех людей но получается выживали правильно понимать существенно было для нас да потому что если бы не это может быть мы вообще бы эту школу и закрыли потому что рулет пару лет пару лет мы продержались на этом пару лет нет мы государство не ругаем я большинство я могу бюрократия там при при всем при этом американская бюрократия отличается от допустим вот то что было там в наше время там то есть она она не берет взяток во первых во вторых вот то крыло бюрократии с которым мы имеем дело вот те кто занимается потерявшими работу там и так далее я не встречал людей которые были бы чиновники и так остро переживали за успех вот тех людей которые к ним приходят за помощью они празднуют каждый раз то есть мы тут ликуем все знать когда вот берешь человек ему там за 50 и он и вроде уже жизнь кончилась смысле он чувствует себя так и вон это еще и не и вдруг его бах моего куда-то и они звонят и мы звоним и там все радуются пляшут скачут то есть это они хоть они на такой бюрократической службе но они безумно человечные и действительно очень хотят помочь поэтому я например не вот был поражен сам тоже я не ожидал от чиновника вот такого такой человечности вроде у тебя есть обязанности ты их выполняешь правда но они очень сопереживают это есть так жить и так следующий вопрос это как раз от нашего модератора который сегодня очень исправно свои обязанности выполняет спасибо за это значит вопрос кстати в болгарии живет мигерировал туда из российской федерации как вы считаете отношение государственных структур сша и рф к рядовому человеку ну то есть имеется в виду на совсем рядами человек одинаковые и одинаковые различные в принципе вы наверное сейчас только даже ответили частично дорог ну давайте так более широко посмотрим значит безусловно бюрократия бюрократия это шаг к отчуждению простого человека от власти то есть между человеком и властью вот есть бюрократия которая препятствует вот вот этому всему но существенным очень существенным добавлением к этому является понимание того откуда берется бюрократия что порождает бюрократию и вот это порождающие она очень разная если мы берем страны как бы сказать тоталитарно управляемые вот есть там монарх или есть там но я не знаю кто вот режим какой-то то закон закон создается режимом для того чтобы сохранить власть чтобы прищучить того кто может посягать на эту власть сказал слово в тюрьму там комментарии оставил в тюрьму лайк поставил в тюрьму поймете значит закон мы в советском обществе противостояли закону мы все буду против закона тоже закон на всех гробил вот например списывать дети списывают почему прилично был списывать потому что есть они и есть мы и мы 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 всегда мы против них давайте поэтому списывать прилично они дать списать было неприлично здесь все наоборот дальше получается такая история значит откуда берется здесь вот это бюрократии закон есть люди люди выбирают своих представителей представители принимают законы в интересах тех кто их выбрал поэтому судья федеральный может президента погасить и все со всеми его инициативами а есть такой суд а есть такой суд и есть такой суд потому что никто из них не этой системы не понятий на и поэтому получается такая штука американская бюрократия это порождение необходимое может быть не самое лучшее но она необходимая для того чтобы каким-то образом с тормозами с препятствиями внедрить волю народа как бы в практику через вот все эти структуры значит если мы говорим про отношения власти там человек это грязь нам чихать на этого человека он нас не выбирает нас вот там назначают значит мы будем поэтому человек грязь и можно на машине переехать если ты если тот кто переехал допустим вот с этой стороны да а не стой так вроде как он сам виноват получается да ты зачем перед таким чеком там дорогу перебегал или там чего-то поэтому безусловно есть очень-очень сильная разница в этом во всем хотя я могу сказать что мне приходилось несколько раз иметь дело с бюрократии американской и у меня тяжелый осадок от них оставался но но все-таки все-таки они следуют каким-то правилам они правил не нарушают если они правила нарушают значит я иду к адвокату мы начинаем их судить у меня был случай осудил city of city of mountain view вот у меня такой случай мне пришлось обратиться в суд на них и и наша взяла поэтому чиновник бессилен перед законом если чиновник что-то там превысил его урон но не его лично он лично не отвечает ни за что вот правило такое личный чиновник отвечает только перед начальством начальство можете по уволить его нельзя судить смысле там на на деньги или там на отсидку какую-то нет но но свои тонкости в общем поэтому я я вижу серьезные различия скажем если есть возможность выбирать вот я я бы выбрал вот эту бюрократию которая все-таки снизу идет понимаете и она этот низ как по-своему она вынуждена его уважать в какой-то степени я бы этому ответу честно говоря поаплодировал то есть прям кости такое хорошее объяснение вот надо его и честно скажу пересмотрю потом запишу прям законспектируют знаете есть такой анекдот как учительница в школе показывает портрет карла маркса и дети кто этот дядя кто знает дядю ну там все молчат один год это дедушка лёва рабиновича и все кричат да да дедушка лёва рабинович учились когда это карл маркса да нет нет дедушка лёва рабиновича приглашают директор там случае пошли директор приглашает дедушку и приходит но чисто маркс такой тогда пиджачок рубашечку тут вот и он будет лазарь мы сечь вы не думали никогда может быть бороду сбрить тот это бороду сбрить можно быть умеющий куда девать вопрос честно говоря не совсем понятен я не знаю может быть вы поймете давайте вопрос моего интерпретируем почему не предъявляют там там если у вас получается претензий к паразитам паразиты в кавычках ну претензий тоже в кавычках вынудившим эмигрировать вот это мне непонятно может быть так вынудившим эмигрировать и сейчас живущих тем живота а там живота методом может быть речь идет вот о чем я то есть я я понимаю это вопрос так есть люди которые приезжают сша по иммиграции и становится на пособие всякие социальные а потом так в общем куда и пленяют обратно к себе вы были такие случаи вот может быть об этом речь идет то есть они незаконно получают пособие потому что если ты выехал за пределы тебе пособие уже не положено вот этот вахтовый метод может быть я тебя может быть вот это имелось ввиду но я не знаю система применяет меры довольно жестко система жестко если ты попался ты тебе мало не покажется допустим где-то ты получил что-то обманным путем дать отхитрил словчил неправду сказал там еще что-то закосил система жесткая и ничего не поможет закон есть закон получишь на всю катушку вот есть люди которые надеются что они не попадутся может быть там еще что такого плата но система жесткая если ты как бы паразитируешь в том смысле что ты вот может быть не работаешь то есть какие-то критерии которым ты соответствуешь то есть допустим тебе дают какое-то пособие но тебя периодически проверяют не изменились ли условия и ну да вот всякую систему можно где-то немножко обмануть я вам пример приведу я читал тут исследование одно люди получали футстэмпы сейчас продолжают получать многие футстэмпы да то есть такие талоны на еду ты не можешь на них купить ничего больше но на еду можешь и раньше это вообще бумажечки были сейчас карточку пластиковый такой с магнитной полосой а то то тогда это были просто бумажки значит идешь магазин даешь там эту бумажку и тебе как деньги но на это нельзя было покупать водку на это нельзя покупать табак например а скажем а икру можно дорогой предмет можно но если это еда но вы можете прийти там в русский магазин или там в какую-то лавочку то маленькую не знаю корабль у какого-то еще кому-то не важно вот это ему гайдовать там он тебе отпустил у себя внутри в большом магазине то у тебя так не получится но в маленьком можно и вот я читал там статью что значит на какую сумму происходит злоупотребление с футстэмпами и там получалось что там не знаю там десятая доля процента ну да никакая самая лучшая система не может работать без злоупотребление вопрос только в том как каковы масштабы злоупотребление например ни одна система не может работать без взяток это правда но какие масштабы этого вот если скажем в сша 95 процентов населения сша никогда не сталкивались с этим то можно сказать да в сша что же взятки ну конечно у тебя это лично не касается этого а вот там тоже взятки тоже одно и то же вот там взятки и здесь разница в том что здесь 95 процентов населения не знают что это такое а там 95 процентов без этого жить вообще не могут вот вот вся разница поэтому есть злоупотребление это правда но мы думая об этом мы должны понимать что злоупотребление неизбежны и я вспоминаю советский союз например там все время оправдываю вот отсутствие возможностей злоупотреблениями вот например я помню нельзя было купить в частное пользование автомобиль с кузовом вот такого типа дайте маленький грузовичок такой да вот как час пикапчик какой нельзя с кузовом почему могут у людей возникнуть нетрудовые доходы кому-то отвезти там не знаю там удобрение там или что-то нельзя могут быть нетрудовые доходы но из-за этого же жить-то не вас вообще никаких доходов нет трудовые нетрудовые а ты разреши ашач не трудовые кого-то отвезти разве это не трудовой доход репетиторы да вот репетиторов гоняли а потому что они налогов не платили нужно было зарегистрироваться там или еще чего-то и все время боялись как бы кто-то чего-нибудь час вот там это слово скажет а дальше все скажут поэтому никому нельзя ничего сказать к чему я говорю что гораздо лучше гораздо лучше все-таки видеть большую картинку и и понимать место маленькой картинки на большой чем упереться в маленькую и дальше всю эту большую картинку угробить вот так же как знаете какая-то фраза замечательно там выплеснуть младенца вместе с водичкой там из купели вот это надо надо очень осторожно с этим быть сейчас то же самое происходит вот с нелегальной иммиграции конечно мы можем построить стенку как не не такая плохая идея действительно должен быть порядок но но вопрос в чем у нас в сельском хозяйстве занято больше нелегалов чем легалов значит должен быть какой-то абсолютно легальный законный хороший путь привлечения сезонной рабочей сил чего за проблема такая нужны сезонные рабочие из мексики конечно ну чё проблема в чем так ее же нет вы можете кричать сколько угодно про стену про то про это вот сейчас уже там жалуются что уже не хватает раб силы на полях потому что они тоже не хотят чтобы за ними тут охотились гоняли то многие людям это не надо уже не хватает раб силы ну ну послушай также тоже нельзя но они востребованы значит дай им легальный путь это экономики легальный путь сделали что-то чем истерики устраивать это дарь это же намного сложнее государственное мышление иметь намного сложнее чем шоу устраивать и вот в позу стать и все в дерьме от и в белом знаете поэтому так вот я может про странно как-то ответил нет я прикрыл я прекрасно понял я даже на своем примере могу коротенько привести пример в начале девяностых у нас занимались оптовые продукты торговли и продукты и вот у меня продавец работал и я знал сколько она ворует понимаете но у него была небольшая зарплата и мы знали сколько она ворует если четко все предпочитали мы знали с чего она ворует но мы так сидели посидели с компаньоном подумали что принципе нас это устраивает это не влияет как глобально на наш бизнес то есть она ворует как бы вот сколько и пускай она ворует потому что выгонишь и возьмешь другого он может своровать а больше бы он может вообще все у тебя скажем так благополучно унеси ну сами понимаете какая торговля тогда было в россии это не магазинах там где-то вот и мы вполне так скажем цивилизованно были все довольны она у нас потихонечку воровала вы почитаете классиков русских вот там девятнадцатый век тогда помещики живут в городе там у них баллы там туда-сюда а там вот управляющий в поместье и у него как бы жалование есть там и все такое но он им отправляет сколько надо отправить а дальше приворовывает и там проблема честного управляющего очень серьезная стояла вот когда это всегда так было если принципе человек исполняет свои обязанности более-менее качественной нет это не влияет здесь также наверное с государством принципе аналогию можно провести безусловно так следующий вопрос вот он очень интересный кстати говоря и вы как скажем так особо приближенная глобальная скажем так цивилизации может быть что нибудь нам расскажите значит вопрос про перспективы ближайшего запуска глобального спутникового интернета то есть но вы слышали наверно да маска обещает вы знаете что я как бы не хотел бы спекуляциях участвует потому что ну да что-то тут там и у людей возникает гортестковая может быть какое-то восприятие того рису пусть а пусть оно случится вспомнить ее мобиль где он ну и и мобиль это был все-таки он у нас а это как бы все-таки у вас но я что хочу сказать ну поговорили и поговорили там я даже не знаю но я я буду рад если это произойдет и сейчас вообще очень интересный такой взрыв пошел технологический в обход компьютерных технологий правда вот это вот уже такая реальная физика пошла хорошая да вот батарейки те же самые это же очень потрясающего там частная компания ракету запускает в космос потрясающе вот и ну посмотрим я думаю что мир очень-очень сильно должен измениться за ближайшие там лет двадцать-тридцать но вот тех сейчас молодые более близко не знать я я правильно понимаю не что в принципе если будет ну вот проект глобального интернета допустим то те же тестировщики тоже будут там нужны или нет или я немножко неправильно понимаю тестировщики нужны все уду где пишется программное обеспечение пишется и поддерживается то есть вам нужны тестировщики когда вы создаете допустим какой-то веб-сайт но поскольку вы постоянно делаете изменения то пол дополнение то вам нужно здесь Medicine чтобы проверить что не сломалось чего-то когда вы делали вот эти изменения поэтому это как хайвэй построить вот построили хайвэй нужны были вот деньги а дальше это ли деньги его поддерживайте Потому что эти структуры, по идее, должны набирать себе этих рабочих. Если они будут что-то запускать, куда-то расширяться, то, наверное, все-таки они должны набирать какой-то поток, должны быть и рабочих. Я думаю, что там существенно более высокий уровень квалификации. То есть есть люди, которые тестируют, будучи очень приличными программистами. То есть есть тестирование такое, которое делается очень хорошими программистами. Поэтому мы-то как раз на другой стороне этого рынка. То есть мы тестировали потребительский такой софт, простой, там мобильное приложение, там веб-приложение. Мы на примитивном конце этого все. Ну а вообще вы как технарь? Все-таки в принципе как? Вот мне просто вопрос тоже интересен, потому что у нас все делают потому, что интернет вообще могут задушить. И вот эта перспектива все-таки глобального Wi-Fi была бы интересна. И вот вы сами как-то все-таки эта идея в принципе теоретически она осуществима при должном финансировании? Нет, но платит кто? Нет, осуществила абсолютно все, что угодно. Вопрос, кто платит? То есть я не знаю, кто будет платить за глобальный Wi-Fi. Это серьезный вопрос на самом деле. Дорого я так понимаю, нет? Ну дорого, конечно. Я думаю, что на самом деле в сегодняшнем мире мы видим прекрасно, что совершенно не нужно блокировать интернет для того, чтобы зомбировать, скажем, существенную часть населения. Вот мы видим, что 86% населения можно успешно зомбировать, при том, что у них есть выход в интернет. Они могут и на YouTube пойти посмотреть что-нибудь. Они могут там почитать, я не знаю, там Washington Post или там, я не знаю, Лос-Анджелес Таймс. И они могут все, что хочешь, могут. Но оно им не надо. Им достаточно вот того, что им скармливают. Поэтому они приноровились жить в мире интернета, в мире доступа к информации. Вот эта индустрия фальшивых новостей, они приноровились. Им совершенно, я думаю, это лишнее. Это лишнее. Они приноровились не удерживать в рамках границ государственных недовольных людей. Вали. Хочешь валить, вали. СССР был переполнен людьми, которые не любили эту страну, им не давали уехать. Да дай уехать. А чем они тебе нужны? Да пусть уедут. Хотя они все боялись. Вдруг сейчас мы этих отпустим, да все уедут. Да нет, все никогда не уедут. Чего они поедут? А ты еще по телевизору покажи, как тебе страдают. И все. Так что... В мире встречается от такой аналог, кстати, отмышления каких-то групп, например, как вот у нас сейчас в последнее время сленг вот этот появился у, скажем так, пропутинского электората, да, то есть «Не нравится Россия, вали в США». Мы слышали такое выражение. Вот в США, например, она... Здесь так не принято. То есть вы можете этого слышать от иммигрантов каких-нибудь, которые как бы продолжают мыслить этими категориями, это правда. Но американцы так не говорят. То есть для них как бы ты здесь живешь, ты свой, ты наш. То есть ты должен в разговоре, в споре решать проблему. Они уважают твое желание и право жить в этой стране. Это твоя страна. Поэтому мы обсуждаем проблемы, которые есть в стране, не в том смысле, что вот мы сейчас возьмем и уедем отсюда, а в том смысле, что мы хотим, чтобы было лучше. И, понимаете, это вот тоталитарное мышление феодальное, когда есть одна точка зрения. Одна. Если ты этой точки зрения не придерживаешься, вали. Вали может выражаться в разных формах. Это может быть, например, гулаг. Но мы тебя сами отвалим. Ну или вот там... Да, причем это говорит, не нравится, вали. Это же сейчас хоть можно отвалить. Вот я жил, и отвалить было нельзя. Как отвалить-то? Вот не нравится, и сидишь тут. Еще слово скажешь, так еще и загремишь куда. Поэтому... Нет, не принято. Так не принято. То есть за пределами, вот скажем там, русскоязычных эмигрантов я такого не слыхал. У меня был случай смешной. Мы только приехали, ну там, недолго тут были, и я с одним афроамериканцем разговаривался. И он был чем-то недоволен. Говорит, вот это, вот это, вот эта проблема. И я ему говорю, ты знаешь, что что? Вот я жил, говорю, в Раше, и мне многое не нравилось. Я говорю, так ты знаешь, что я сделал? Оготь. Это не путь. Это не наш вариант. Да, да. Ну действительно, они как бы... Есть право человека хотеть лучшего, понимаете? И одни так понимают лучше, а другие сяк понимают лучше и так далее. Ну, не знаю. В принципе, вот этот вот трампизм, как движение, как ход мысли, обречен, потому что, если мы посмотрим на демографию голосовавших людей на выборах, то, скажем, молодняк либеральный, до 45 лет люди либеральны, они голосовали больше на эту сторону, чем на ту. А кто за него голосовал? Пожилые. За него голосовали белые. Лучше, чем, допустим, не белые. Но не белых же растет население. Поэтому вот тут циничная фраза была в каком-то шоу, там человек, республиканец известный, он говорит, что сейчас мы легализуем этих нелегалов и получим 11 миллионов новых демократов. Поэтому, к чему я говорю, демография против них, значит, молодежь против них, значит, не белые, ну, я не знаю, там, выходцы из разных стран, и латинос, там, и афроамериканцы. Вот, все это действует против них. Вот два последних президента республиканских, оба стали президентами, проиграв общие выборы. Понимаете? Но ты не можешь вечно вот выживать за счет вот этой системы, которая там балансирует немножко. И тенденция совсем в другую сторону. Так что у них есть возможность показать, что их понимание того, как лучше, да, чего-то стоит, и стоит об этом задуматься, может быть, там в этом что-то есть. Но я пока не вижу, чтобы они как-то что-то такое продемонстрировали. Вот сегодня я не вижу. Они разъединяют население. Ну, если немножко в область, скажем так, политискуссии и уйти, скажем, минуты на две, вот не будете, наверное, все-таки, скажем так, ну, отрицать или, может быть, согласитесь. Вот с учетом того, что если мы сейчас возьмем и посмотрим, допустим, ну, нет ни одного, например, афроамериканского, вернее, даже не афроамериканца, вернее, ну, правильно их у вас афроамериканцы называют, ну, я имею в виду не только современных афроамериканцев, а из тех, из прошлых лет, нет ни одного философа в этой среде, например. Понимаете, да, о чем я говорю? Философа. Я к тому, что, да, ну, даже, к примеру, философа, то есть, когеты, например, там еще и так далее, и так далее, там, если мы будем брать никаких великих людей. То есть я к чему? Что, допустим, мнение людей, окружение Трампа и самого Трампа, наверное, имеет под собой почву, тоже иметь место быть, вот, право на это. Я к тому, что, когда станет больше вот, 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 афроамериканцев, например, да, ценных соотношений, и начнется ли бардак в США, к сожалению, вот, не обустроенно, скажем так. Вот я к чему. Я про философов не переживаю, вот мне там Мартин Альтера Кинга вполне хватает в этом смысле. Кроме того, касается же еще изобретений, это различные, так далее, и так далее, то есть, если мы объективы, то есть, у нас страна большая, у нас есть люди со всего мира, у нас нет проблемы с изобретателями, значит, зато, например, они там здорово играют, например, вот, в баскетбол. Ну да. И вот, поэтому каждому свое, вот, чего хотят, вот, пусть то и делают, лишь бы здоровенькие были и все такое. В Кремниевой долине достаточно много есть афроамериканцев, инженеров и менеджеров, и в маркетинге, и где угодно есть. То есть, собственно, тут даже как-то и не обращаешь внимания, какого там цвета, совершенно, совершенно, такие же, как мы люди, абсолютно ничем не отличаются. Вот, кстати, если коснуться сразу просто бытового национализма, как с этим дело обстоит? Я просто к чему, допустим, я вот в Казахстане родился, я в Казахской СССР, да, в свое время, и уровень, ну и сейчас в современной России, объективный уровень бытового национализма, он присутствует, да? То есть человек на глобальном уровне, да, ты, безусловно, там, за братство там народов и так далее, но в семьях это все равно, это какое-то отношение там между собой, некое, вот, ну, я расскажу, презрение, да, ну, некое, скажем так, разделение все равно, оно имеет место, ну, и имело место в СССР, кстати, тоже. Это насаждается сверху, в СССР насаждалось сверху. Ну, и сейчас насаждается, и если вы почитаете там комментарии, я не знаю, как на вашем канале, а я, кстати, читал на вашем канале комментарии, там такое ощущение, что из гестапо там люди на работу пришли, но, значит, в Америке это не насаждается, то есть, точнее, наоборот, насаждается некоторая терпимость, которую многие не любят, вот, и говорят, вот, это, мол, вот из-за этих, вот из-за либералов, там, вот, сюда, а надо вот этих вот, чтобы знали свое место, там, и так далее. Здесь нет насаждения сверху этого всего. Показательно, например, летом, что ли, был опрос, кто там, его не помнит, был опрос такой, за кого вы не будете голосовать в качестве президента, и там предлагалось какое-то количество негативных, значит, там, стереотипов, там, черные, евреи, мусульмане, там, и так далее. За мусульманина не стали бы голосовать 15%, за еврея, там, 5%, за черного 6% не стали бы голосовать. Вот ответ. Посмотрите на, например, республиканскую партию, на системных кандидатов республиканской партии на постпрезидента. Мы не говорим про Трампа, который там сбоку зашел, но вот системный. Рубио, значит, из кубинских, Круз, оттуда же. Два латино. Нормально. Вы посмотрите на Сандерса. Сандерс такой, а он не просто еврей, он верующий, он соблюдающий, там, в Ермолке ходит в синагогу, там, все дела. Кого колыш? Поэтому здесь общество как-то это все пережило. То есть тоже тут были когда-то, исторически были моменты, связанные с этим, но они через-то пережили, переступили, и все, оно осталось где-то в прошлом. Существенно оставить в прошлом. Вопрос. Как вы относитесь к идее, безусловно, базового дохода? И как быстро это, может быть, внедрило знакомого вам это? Тут, да, тут есть два аспекта. Аспект первый состоит в том, что общество предлагает, как бы технологии, предлагают очень быстрый рост производительности труда. Это сегодня факт жизни. И если, скажем, есть какие-то вопросы с безработицей, то это в значительной мере связано с тем, что технологически людей выкидывают с работы, они не нужны. Ну, просто так, ну, правда, не нужно. Вот я помню, в КБ работал там, в Москве, и там сидели инженеры, там коробки чертили, всякие там, стойки для аппаратуры связи. Сейчас один человек с компьютером и программным обеспечением для, скажем, проектирования может заменить вот то, что у нас там отдел сделал 20 человек. Может быть, и 50 тоже бы заменил. Один. Посмотрите, что сейчас будет, вот еще там лет 5-6-7, и траки пойдут по американским дорогам уже, компьютерно управляемые, да, со всеми этими системами навигационными. Без водителей пойдут. 5 миллионов человек. 5 миллионов человек. Значит, существенный вопрос такой, а чего бы нам, например, как-то не... Ну, вот действительно, может быть, дать людям там какие-то деньги, пусть живут, развиваются, учатся там, ну, как-то вот живут. Мое, конечно, предложение другое. То есть я бы сказал, что этот вопрос нужно решать через сокращение рабочего дня. О чем мы работаем по 8 часов? Давайте работать по 6. Ну, давайте за ближайшие 10 лет сократим потихонечку, там, по 15 минут, сократим рабочий день, там, до 6 часов. Тогда и рабочих мест вроде больше будет, да. Потому что когда человек не ходит на работу и ничем не занят и так далее, это тоже нехорошо. Но чего я боюсь, как бы, вот, с идеей вот этого вот дохода, я боюсь того, что это делает бюрократия. Бюрократия никогда ничего хорошего не сделает. Поэтому это превратится в очередной велфер, это превратится в злоупотребление, это превратится в то, что мы создадим какой-то слой такой плебса, которому мало. Потому что когда ты человеку что-то даешь, просто даешь, ему всегда мало. Согласен. Поэтому ему не додали и опять не додали. И снова не додали. У нас появятся мощные партии людей, которым не додали. И они будут вот все больше и больше. Конечно, можно сказать, ну, в конце концов, ну, еще там 20 лет или 30 лет, и там 5% населения смогут обеспечить остальные 95, пусть живут. Но эти 95 сожрут те 5, они им не дадут жить. Они не скажут спасибо вам 5% за то, что у нас 95 кормить. Они скажут, что тайна, ты смотри-ка на него. Значит, смотри-ка, а почему у него тут больше, почему у него там больше? А может он еще и еврей? Понимаешь? Опасность какая? Вот, поэтому на дне просто так. Наверное, наверное, где-то он меня обокрал. Где обокрал, не знаю, но чувствую, что не мог же не обокрасть. И мы вот в это во все пойдем. Поэтому, как эксперименты, где там они, в Финляндии, в Швейцарии, пусть экспериментируют. Но, еще раз, мое решение, проблемы есть, реально есть проблемы, что людей выкидывают из жизни, они не нужны там, это правда. Но я бы решал через сокращение продолжительности рабочего дня. Швейцарцы, кстати, против, по-моему, проголосования. У них был деферендум же, они, по-моему, против проголосования этого. То есть, скажем так, сознание и доход народа позволяют это сделать. Можно только швейцарцам в этом плане позавидовать. Посмотрим. Так, здесь два вопроса есть еще. Один от нашего выпускающего редактора, второй, но, правда, они не по теме эмиграции. То есть, я, наверное, друзья, вопросы больше не по теме зачитывать не буду. Последние два зачитаю. И по эмиграции, если вопросов больше не будет, то мы, наверное, будем заканчивать. Потому что, как бы, у Михаила, я так думаю, все-таки и время свое есть определенное. И у них там тело к обеду сейчас утра. У вас сейчас сколько? Без четверти 12. Да, дело к обеду у них идет. А у меня к утру. У меня три часа ночи сейчас. Вот, поэтому, значит, вопрос от нашего редактора, выпускающего. Правда, я не знаю, зачем он вопрос такой задал. У нас Михаил все-таки не работает в ЦРУ, но я уж задам. Значит, правда ли, что все айфоны и продукты Apple под контролем и слежка спецслужб США? Что-то, как это... Алло, услышали вопрос? Да, да, у нас... Нет, нет. Что у нас проблемы с соединением. Да, 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 что-то у кого-то... Поместают. Так, а какой вопрос еще раз? Сейчас, секунду, отпустила. Ага, так. Вопрос. Правда ли, что все айфоны и продукция Apple под контролем и слежкой спецслужб США? Ну, это вопрос, который обсуждался очень, как бы, открыто и интенсивно. Когда пытались спецслужбы получить от Apple, значит, ключик к телефону вот того пакистанца, который там пострелил много народу в Сан-Пернандино. И Apple отказался. И, в общем-то, и компании технологические говорили, что они не позволят этого делать, что это нарушение, там, и так далее, и так далее. Поэтому их не смогли заставить. Кончилось тем, что ФБР какую-то израильскую компанию они нашли, которую взломали, чтобы посмотреть контакты вот этого бандита. Но Apple отказался это сделать. Поэтому они не хотят, чтобы кто-то вообще это все подозревал, что такое вообще возможно, и так далее. То есть официальная политика компании, не только Apple, но всех остальных, что этого не будет. Они не хотят быть под контролем, и они не хотят прислуживать тоже. И даже в таких ситуациях, где, казалось бы, речь идет о террористе, жизни людей, и так далее, они говорят, нет, это общий принцип. Так, ну и давайте, наверное, последний вопрос на сегодня. Значит, про станцию здесь был вопрос. Я не стану вам его задавать, потому что это все-таки не относится совсем к инвекции никаким боком. И, как бы, не знаю, я вот последний вопрос задам. Он как раз, значит, Сергей Алексеев, это опять он у нас сегодня плодотворно прям так это, потрудился. Спасибо, Игорь. Криминал 90-х, хрунувший туда из СНГ, какова судьба их там сейчас? Ну, вопрос, конечно, такой. Я не сталкивался. За весь криминал. Как я могу знать? Даже не знаю. Там был какой-то криминал еще до 90-х. То есть в предыдущей волне эмиграции тоже был какой-то криминал. То есть там были люди, крышевали русские бизнесы в Нью-Йорке и так далее. Это было. Но я не слышал, чтобы сейчас, допустим, этот криминал каким-то образом терроризировал бы, скажем, русский бизнес. Или вот наших соотечественников. То есть, может быть, если есть какой-то криминал, может быть, он еще чем-то занимается менее таким брутальным и более прибыльным. Я так думаю. Потому что это очень убогий такой криминал. Ну, вот что там с утюгом прийти и денег взять. Это довольно простенькая штучка. И от этого здесь хорошо защищает система. Вот именно от этого. Насколько я понимаю. Ну, еще раз я никогда не сталкивался. По крайней мере, газеты перестали пестреть заголовками, что русская мафия, там и все так далее. Ну, насколько я знаю, там в 90-х писали, что там заголовок, как бы, пресса американская муссировала про русскую мафию. Я вам скажу так. Американская пресса вообще про что-то русское, в том числе про мафию, практически ничего не пишет. Про русское не интересно никому. Про русское последние несколько месяцев в связи с Трампом, там какие-то какой-то русский след, русские хакеры. Вот это вот сейчас вдруг стало там что-то как-то немножко выходить, а вот так вот я здесь 26 лет живу. Вообще что-то русское услышать, прочитать и так далее, это мания преследования у людей. Они там вот увидят что-то одно и скажут, о, смотри, вот там пестрят. Вот люди, кстати, многие не верят. Я тоже, вот я в Европе был специально, ну, я как бы не задавался там целью смотреть телевизор, да, я там наслаждался другими вещами. Но, тем не менее, там, когда в отель ночью уже попадаешь, я специально переключал каналы, да, различные телевидения. И вот насколько я сделал вывод для себя, что про Россию на самом деле абсолютно никто сильно-то не разговаривает. То есть неинтересно никому? Да, я говорю, это как те, как тот, как бой из того недоста, да, не улови миджо, который никому нахрен не нужен, да, ведь не улови миджо, почему, говорит, никому не нужен. Вот, и люди в это не верят, кстати говоря. В Америке, я так понимаю, вообще это фиолетово. Им сверху, им сверху это все объясняют, им объясняют. Ну, понимаете, какая история? Вот есть страна, которая может сплотиться только при наличии врага. Вот она никогда не сплотилась, чтобы очень хорошая, что-нибудь сделать. Она всегда сплотилась только если враг есть. Вот если враг, мы как сейчас соберемся и пойдем. Поэтому, когда врага нет, его придумывают, его назначают. Вот, допустим, там, в 19 веке вот там немцы были враги, да, немцы позанимали все должности в государстве. Вот генерал Ермолов, ему государь говорит, Кавказ воевал, да, и он говорит, как тебя наградить? Говорит, тот говорит, выгодь меня, ваше величество произведите в немцы. Подколол государя императора. Вот, вот там, значит, немцы все захватили, потом там у них евреи все захватили, потом у них, я не знаю, там империализм мировой, там, еще что-то. Это они привыкли жить на враге, они ждут врага, им не хватает врага. Поэтому им дают врага, и дальше бабушка говорит, пусть это пенсию заберут, лишь бы не стояли войска НАТО на наших границах, например. Поэтому как у бабушки забрать пенсию? А ты ей рассказываешь, что войска НАТО стоят. Вот, собственно, все. Поэтому они верят, почему? Потому что они находятся под воздействием чего-то такого, ну, как каких-то информационных потоков, и они доверяют. Ну, а почему нормальный человек тоже доверяет? А даже если он, например, критически мыслящий, но со всех сторон льется, как из ведра, и так потихонечку, да, как же? Вот какие-то стандарты, стереотипы, они неминуемо присутствуют. Поэтому, скажем, слушать телевизор. У нас на канале полно народ, которые уже там по 5, по 7, по 8 лет, телевизоров в доме не имеют. И у них все новости с интернетом, они смотрят блогеров. То есть, как бы информация, которая не фильтрованная, не монтированная, не сортированная и так далее. Все ясно. Так, ну, Михаил, позвольте вам выразить слова, скажем так, благодарности за вашу беседу, за ваш отклик выступить на нашем канале. И беседа была, на мой взгляд, очень интересная, очень познавательная. И я думаю, мы задачу выполнили, скажем так, изменить мнение нашего зрителя по отношению к американскому в обществе, да, какому-то. Ну, и к эмиграции в том числе. Так, вот, висните вы. Я не знаю, слышите вы меня или нет. Сейчас. Отпустит. Раз, 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 раз. Ну, вот, так, что-то вообще прервалось, да, прервалось, Антон, да? Так. Ну, сейчас Антон соединить, наверное, чтобы Михаил попрощался, да? Попытайся. Так. Значит, вот, Сергей Алексеев, значит, про рабочую визу лучше бы спросил. Так, вы бы задали вопрос про рабочую визу, я бы спросил. Хотя, опять же, про рабочую визу я вам скажу, что это все-таки лучше обратиться к юристу. Американскому, мне кажется, не ко мне. Я, честно говоря, тут целый кусок пропустил, потому что соединения не было. Да. У нас тут уже редактор пошутил, говорит, как только начали про спецслужбы говорить, так сразу начались проблемы с интернетом. Так мы в эфире сейчас или что происходит? В эфире, да. Вы только вас не видно, как-то, но вас слышно, да. А, не видно? Сейчас мы... Сейчас, секундочку, а так? А вот так видно, все. Все, да. Мне просто камеру, мне отключило камеру во время задержания. Я тогда повторюсь, значит, я вас благодарю за интереснейшую беседу, на мой взгляд. Как я уже сказал, местами там надо это и законспектировать, что я и сделаю. Вот. Очень надеюсь, Михаил, что у вас поменялось мнение, все-таки, о нашем канале, потому что оно было, давайте, скажем так, откроем тайну небольшую, немножко, скажем так, негативное. Нет, ну там человек два часа рассказывает о том, как евреи там все захватили. Я думаю, господи ты, боже мой, но это уже как бы уже ниже такого плинтуса. Я думаю, ну это я отсортировал ваше видео там по просмотрам и думаю, надо чего, люди. И там в комментарии, естественно, и так далее. Я думаю, боже, что же за канал-то такой. Вот это издержки демократии. Я уже вам говорил, что это у нас как бы народное телевидение, поэтому как-то так. Ну, самое главное, что я был бы очень рад, если бы мы поменяли, скажем так, мнение в какую-то сторону. И лично я был бы, конечно, рад вас видеть еще. Я вас, скажем так, официально приглашаю. Договорились. Мы подберем тему, я думаю, посмотрим, что будут писать в комментариях, как бы люди, которые адекватные смыслы имеются в виду, да? Я думаю, что есть смысл глянуть, что народ интересует, потому что гораздо приятнее говорить на тему, которую хочется слушать, чем, допустим, то, что предлагают люди, которые ведут программу. Да, безусловно. Значит, нащупаем что-то. Про рабочую визу здесь вот люди уже ко мне претензии предъявляли, почему я про рабочую визу не спросил. То есть вопрос не задавали, но почему-то решили, что я должен был про нее спросить. Ну, давайте, а что там про рабочую? Давайте быстро скажем что-нибудь. Да, ничего, просто вопрос про рабочую визу лучше бы спросил. Я не знаю, может, вы даете вы рабочую визу или не вы даете? Вот у нас очень-очень-очень много на канале, очень много про рабочие визы. У нас есть вебинары о том, как получить рабочую визу. У нас это очень большая тема. Я думаю, что мы сейчас не ответили бы даже близко, так как если бы люди, которые реально интересуются, то есть если он так вообще любопытный, это одно, но если он реально интересуется, у нас на канале просто, ну, лавина вот на эту тему. Я и говорю, что вы не поленитесь, забивайте в интернете канал, значит, под силиконовый долина, тут Кремниевая долина, там… А может и Михаил Портнов набрать то же самое? Да, может и Михаил Портнов набрать, и вы попадете на канал, там куча видео, и более того, что Михаил выходит регулярно со свежими видео, с различными, и еще раз говорю, что очень интересно его посмотреть. Давайте я тогда вот еще скажу. Мы, конечно, делаем примерно сотню видео в месяц, там, на разные темы. Я на вопросы все время отвечаю. Вот мне пишут там в личку на YouTube, а я все время отвечаю, каждый день. Но у нас в субботу утром, если мы берем московское время, то это суббота в 9 утра. В субботу в 9 утра у меня прямой эфир, поэтому там по три по четыре часа идет. То есть там люди с разными вопросами. И потом в записи висят эти эфиры тоже, но если есть какой-то живой вопрос, там, по рабочим визам и еще что-то, приходите, вот у вас сейчас вечер, пятница, да, а вот в 9 утра проснетесь и к нам. Да, получается так. Завтра, да, ну, по-нашему, вернее, у меня уже сегодня, у вас уже скоро начнется. А вы в каком городе-то? Я Барнаул. А, о, Алтайский край, это уже так серьезно, да. Далеко. Ну что, хорошо, тогда мы что, прощаемся? Да, прощайтесь со зрителями, вам еще раз большое спасибо. Ребят, спасибо тем, кто смотрел, и тем, кто вопрос хороший, особенно. Я хороший вопрос очень люблю, потому что обычно все задают один и тот же вопрос, но так с разными модификациями, а как что-нибудь хорошее, так есть тема поговорить. Понимаете, понимаете, вот. И, ну, до скорых встреч, тогда. До свидания. Счастливо. Так, друзья, ну все, большое спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилась эта встреча. Надеюсь, самое главное, я надеюсь, что она принесет пользу кому-то. То есть я еще раз говорю, если у вас есть, скажем так, желание, ну не то что желание, руки, голова, и главное, молодость, это к молодежи главное обращение, валите нафиг, езжайте, езжайте отсюда, делайте свою жизнь, я, это моя позиция, и нефига здесь ловить и ждать 5, 11, 17, потому что ты более к нему готовишься. Лучше езжайте туда, спасайте себя, спасайте свою нацию, спасайте свою ячейку, создавайте свою, там, русскую, там, российскую, я не знаю, и живите нормально, как нормальные люди. С этой целью именно вот эта серия программ у нас выходит, как я и обещал, с различными людьми, которые проживают за пределами нашей многострадальной родчизны, скажем так. Все, всем спасибо, пока, традиционной любви, успехов и мирного неба над головой. Пока, пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok